МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это торжественное мероприятие, посвященное 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жители городского округа Люберцы почтили память тех, кто не дожил до сегодняшних дней, но кто внес неоценимый вклад в Победу. Не зря 9 мая называют праздником со слезами на глазах. Слишком дорогой ценой досталась советскому народу эта Победа. Жизнь почти 27 миллионов людей. Во время войны более 50 тысяч люберчан ушли на фронт. Более 18 тысяч погибли. Именно поэтому каждый год День Победы начинается здесь, у Вечного огня. В память о тех, кто остался на полях сражений. В память о тех, чьи жизни забрала война. Вечная память жертвам Великой Отечественной войны. Конечно, День Победы, День Великой Победы – это поистине всенародный праздник. На просторах бывшего Советского Союза нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. В каждой семье есть свои герои. Погибшие, не вернувшиеся. Умершие от ран после войны. Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. Сегодня мы с вами чествуем тех, кто подарил нам свободу и независимость. Независимость нашей страны. Навстречу раскатам тревущего грома Мы в бой поднимались светло и сурово. На наших знаменах начертано слово. Победа! Победа! Это у моей супруги, получается, дедушка воевал во время нашей Великой Отечественной войны. Мы очень гордимся ими, здесь бабушки. Она в 41-м году попала сразу же в плен в концлагерь и освободилась только после концлагеря в 1945 году. В этот светлый праздник хочется поздравить всех граждан нашей великой страны. Хочется пожелать крепкого здоровья, самое главное. Метераны, войны и труженики тыла, депутаты городского округа Нюберцы, Мы их всех помним, мы гордимся их подвигом. И сегодня мы хочу поздравить всех, потому что это наш общий и великий праздник. День Победы для меня это святой день, это святой праздник. Слава нашему советскому народу. Это радость. Я в 43-м году встречал ребят наших, бойцов, которые Орловскую, Курскую, Дугу выиграли, победили. И мне вручил самполит листовку «Орел наш». Вот с тех пор она со мной в груди греет для победы. В этот день особенно важно, что мы помним память наших воинов, для того, чтобы не делать ошибок. Но и самое главное, помним своих дедов, бабушек, матерей, всех тех, кто защищает нашу родину. И в этот день я желаю каждому люберчанину радости. В округе прошло шествие бессмертного полка. Патриотическая акция, которая проходит в Люберцах с 2015 года, после двухлетнего пандемийного перерыва, вернулась к привычному формату. С портретами героев, победивших в Великой Отечественной войне, по улицам округа прошли тысячи люберчан. Шествие бессмертного полка стартовало с улицы Героя Советского Союза Николая Власова и пройдет до главной площади города. Здесь собрались люди разных национальностей, разных возрастов и профессий. Но объединяет их одно – они все наследники Великой Победы. Это мой дедушка, Катейн Борис Петрович. Прошел всю войну, да, очень много наград у него. Поэтому мы гордимся им, помним, гордимся всем. И желаем всем ветеранам здоровья крепкого очень. 5700 лоскутков с именами и фамилиями героев Великой Отечественной войны. Уже по сложившейся традиции акцию «Бессмертный полк» возглавляет вот это знамя Победы. 9 мая 2017 года его длина была всего лишь 25 метров. За 5 лет знамя Победы выросло в 5 раз. Сейчас длина алого полотна – 127 метров. Его деда Алисашов Петр Михайлович летал на Пе-2. Более 100 боевых вылетов. Два ордена Красного Знамени. Орден Красной Звезды. Мои прадеды, получается, Полицковой Григорий, он дошел до Берлина. Ну, к счастью, остался живой. Конечно, Чайпилов Антон, он рано, можно сказать, вернулся с войны. У него ампутировали пальцы ног и мобилизовали домой, в общем. А вот сидельник Федор Яковлевич, тоже мой прадед, он, к сожалению, пропал в безвести. Так мы о нем ничего и не знаем. Нет в России семьи такой, чтобы не памятен был свой герой, говорится в известной песне из кинофильма «Офицеры». Сегодня, в День Победы, несмотря на такую погоду, на снег, дождь, глядя на то, сколько людей пришло на акцию «Бессмертный полк», лишний раз убеждаешься в правдивости этих слов. Война не обошла стороной ни одной семью. Он воевал с 41-го года под Одессой и начал войну. Потом в 42-м на Кавказе они расстреляли все патроны, их танки взяли в плен. Он был в плену два с половиной года, был в Дахау. Потом перевели в другой хостлагерь, выжил. Закончил войну под Кёнигсбергом, мой дедушка. Спасибо большое, спасибо, что пришли и рассказали нам о своем герое. Моя мамочка, она участвует в двух войне, война с Японией, война с... попала сразу на Курскую дугу. Мой папа, да. Он зачищал Мариуполь и Волноваху. В этом году к акции «Бессмертный полк» присоединились 88 стран. В Люберцах шествие проходит с 2015 года. За это время многое меняется, но неизменно одно – память о наших героях. Скажите, зачем партнер вы несете? Дедушке своего. Где он воевал, расскажите? От Сталинграда до Берлина. Дошел. Поздравляем всех с Днем Победы. Мир, ну анима над головой. Всего самого хорошего. Финальной точкой «Бессмертного полка» стал Центральный парк культуры и отдыха. Но участники праздничного шествия не спешили расходиться по домам. Там их ждала культурно-массовая программа с мастер-классами, концертами и полевой кухней. Подробности у моих коллег. Центральный парк в этот день стал большим музеем под открытым небом. Школы и гимназии городского округа Люберцы представили стенды своих военно-патриотических музеев. Рассматривая каждый из них, можно узнать много интересных исторических фактов, связанных с Люберцами. Наша гимназия носит имя прославленного героя, дважды героя Советского Союза, Павла Степановича Кутахова. В музее представлены личные вещи Павла Степановича. Когда проходил конкурс музеев, мы привезли китель, который передала нам семья Павла Степановича. У нас есть его фуражка, у нас есть документы, личные фотографии. На соседней площадке мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и символов победы – красных гвоздик. Несмотря на переменчивую погоду, парк полон людей. Из дома вышли, начался дождь градом, мы немножко испугались, но нас согревал портрет нашего дедушки. Хотим рукоделие сделать и поздравить фронтовика. Гип-гип! Ура! 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 А представители общественной организации «Дети войны и память» в это время угощаются гречневой кашей. Полевая кухня разместилась у входа в центральный парк со стороны Дворца культуры. Каша прекрасная. По нынешней погоде очень хорошо, что она очень горячая, как наши сердца. Каша действительно была фронтовая, боевая. Вспомнили, как мы с родителями ездили в Смоленск, я с отцом, в Беларусь. И нас также угощали кашей гречневой, чтобы небо было ясное и никогда не было войны. В парке была подготовлена и большая концертная программа. Песни военных лет прозвучали в исполнении творческих коллективов округа. И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют сто ветров о моих друзьях, не вернувшихся. Ученик 55-й школы Никита Куракин пять лет занимается вокалом. В его репертуаре песни разных жанров, но патриотические на первом месте. Я хочу сказать, что День Победы – это очень такой хороший праздник. Спустя два года после пандемии мы наконец-то все смогли собраться. Бессмертный полк прошел по улицам Люберец. Я знаю от папы, я знаю от деда. 9 мая пришла к нам Победа. Тот день весь народ ожидал, тот день самым радостным стал. Днем Победы! Богдан Колесников, Луиза Егия-Зарян, Денис Заугольников, Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся флешмоб в честь Дня Победы. Организатор мероприятия – Российский Союз Молодежи. Подробнее в нашем сюжете. День Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгоревшие в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Эта песня написана композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым в 1975 году. С тех пор без нее не обходится ни одно празднование Дня Победы. Сегодня под эту музыкальную композицию по всей стране проходят флешмобы. Один из них – в Люберцах. Это все правильно. На крыну не такого великого праздника. Это для молодежи очень достойно. Молодежь должна знать и уметь, и все это воспринимать правильно. Я рада, мое поколение рада за нынешнюю молодежь. Для подготовки потребовалась всего одна репетиция, которая состоялась в музейно-выставочном комплексе. Именно там участники распределяли музыкальные партии и договаривались о последовательности исполнения. Все собрались, все сплотились, все поняли, что мы делаем одно большое дело для всех. Не было какого-то именно лидера. То есть мы все сплотились и все вместе придумали такую вот идею. Сейчас у нас ветеранов становится с каждым годом все меньше. Хочется их поддержать, хочется, чтобы они видели, что мы помним. Мы помним, чтим и мы им благодарны за это. Мы должны понимать о том, что мир важнее всего. Флэшмоб организован Российским союзом молодежи городского округа Люберцы. В нем приняло участие 35 человек. Акцию поддержали артисты Александр Чайко, Ольга Барабанова, Алексей Блинов. И скульптор Александр Рожников. Богдан Колесников, Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова